Все линии похожи друг на друга, но у некоторых толщина больше. Последние слова на экране визуально ничем не отличаются с остальных, за исключением того, что оно выделено полужирным шрифтом. Итак, если рассмотреть слова как линии, а так оно в общем-то и есть, слова это линии, то полужирный шрифт добавляет последнему слову дополнительную информацию. Я не использую какие-то дополнительные слова, чтобы подчеркнуть, что у слова weight особое значение. Я просто выделяю его полужирным и так подчеркиваю его особое значение. То же самое в рисовании. Посмотрите на эти два яйца. То, что справа, имеет один и тот же контур одной и той же толщины, скучно и однообразно, не правда ли? Для аниматора это идеальный вариант, потому что яйцо одинаковой плотности. Но художник может создавать куда более интересный рисунок. А вот слева, к примеру, верхняя часть очень тонкая, а нижняя толстая. Это придает яйцу больше объем и указывает на источник света. Вот об этом и говорят линии. Свет падает сверху, поэтому тень сгущается внизу, а верхняя часть яйца осветляется. Внизу, линии толще, появляется тень. То есть я не менял форму, изменения произошли лишь благодаря линиям. Толщина линии может многое, сообщить зрителю. Но в своем видео я сосредоточусь на двух основных вещах. Во-первых, на освещении. На рисунке изображен несколько объектов. И источник света. Лампа с падающим светом. Я использовал более толстые линии, чтобы подчеркнуть те места, в которых падает тень. Как вы видите, те участки тарелок, на которые не попадает свет, выделены более толстыми линиями. И это не случайно. Также заклепки на столе выделены более толстыми линиями, чем более светлые линии кромки стола. Они темнее. Итак, это все то же рисование при помощи контур, в котором мы занимались ранее. Но теперь лишь при помощи толщины мы указываем на то, как падает свет. Не обязательно эти линии должны быть чистыми и оформленными. К примеру, мне нужно добавить набросок к этому изображению. Я могу использовать тонкие линии вот тут сверху. И толстые внизу, там, где объект прилегает к земле. Так мы показываем, что основа затенена, как и дальняя стенка объекта, на которую не падает свет. Затем немного стираю линии, чтобы объект выделил более освещенным. И еще немного добавляю теней. Итак, по-прежнему большую часть информации об освещении мы получаем через толщину линий. Во-вторых, мы поговорим о глубине. Вы можете использовать толщину линий, чтобы обозначить дистанцию на изображении. Вот, видите все эти круги? Определенным образом я показываю, что некоторые из этих кругов ближе к зрителю, чем другие. Как вы видите, линии очень толстые и тяжелые на объектах первого плана. А затем на объектах второго плана они становятся очень тонкими. Без какой-то дополнительной обработки вы можете передавать зрителю ощущение глубины лишь при помощи толщины линий. Вы даете ему необходимые подсказки. Когда вы работаете с линиями, обращайте внимание на то, какую толщину вы используете. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, расскажите о нем своим друзьям. Еще раз спасибо.